Всем привет! Гриня тут! Ребята, у нас там в ночной трансляции квалификации были легкие технические проблемы. Они были связаны с авторскими правами YouTube, которые очень скрупулезно к этому вопросу относятся. Мы все выводы сделали, нашли моменты, где и почему это происходило. И сейчас я вам выдаю сокращенную версию квалификационных заездов, чтобы вы могли посмотреть все, все заезды и Гочу в том числе. Сегодня вечером я вас жду на парные заезды первого этапа Formula Drift 2017 в Long Beach. Будет круто, интересно. Я буду комментировать. Мы будем делать прикольные вставки. У нас ожидается несколько гостей здесь, в нашей студии. Увидимся в субботу вечером. Расписание в описании к этому видео. И у нас первым на квалификацию выезжает Петр Ветцик, представитель Европы. У него неплохая постановка в стабильном угле. Он заходит, однако, далеко от первой клиппинг-зоны. Вторая клиппинг-зона получше, но все же хотелось бы ближе. Третью проходит нормально и заходит на финальный клип мордой. Его пройти несложно, и он это делает. Что у нас 74 очка. Судьи дают ему всего за этот заезд, и видно, что можно лучше. Следующим у нас на старте стоит Нейт Хэмилтон, и он уже начинает свой заезд. Разгонная, прямая, небольшая флип-постановка, и что-то вот пошло не так. За это судьи точно накажутся. Спас он тачку. Это сейв. Сейв, но этот сейв ему явно не принесет очков. Это ноль. Все такое в Формуле Дрифт ставит ноль. Джеймс Дин. Еще один представитель европейского десанта. Сейчас по полной программе может показать свое умение. И хорошая постановка безручниковая. Близко, очень близко к первой клиппинзоне. И вторая клиппинзона собрана. Замечательно. Третья клиппинзона он проходит. Теперь нужно просто завершить этот заезд. На торможении он заходит на финальный клип. Неплохо. Очень, очень неплохой заезд. И он награжден 91 баллом. Хороший результат для дебюта. Готча Чевчан. Тот, за кого мы все болеем. Давай, Готча. Готча может. На постановке. Неплохо. Угол неплохой. Выходит на первую клиппинзону. Аккуратно ее проходит. Можно было бы чуть-чуть ближе. Вторая клиппинзона. Хорошо. И угол. Угол. Ааа. Да. К сожалению, это будет ноль. Готча продолжает заезд. Но остановка в зачетной зоне. И такой дикий угол. Это будет ноль. Дэн Боркет. С его Супра. Сейчас это нечастая машина на треке Формулы Дрифта. Он ее разгоняет. Ставит в стабильный угол. У-у-у. Испугался бетонную стену. Но продолжает свой заезд с корректировками. Это поднозначно будет наказано и пенализировано судейским составом. Выход на последний клипер. Много, очень много дыма. Но этого недостаточно. 60. 60 очков всего. Следующий на старте Джефф Джонс. И он разгоняется. Укладывает один клипер на шикане. Постановка. Хороший угол. Очень хороший угол. Стабильно проходит. Близенько к первой клиппинг-зоне. Вторая клиппинг-зона. Хорошо. И подходит на третью клиппинг-зону. Вытормаживается, чтобы зацепить последний клипер. А вот от последнего клиппера далековато. И за это он будет наказан по траектории. 71 балл. 71 балл. Ну, лучше, чем 0. Нужно постараться. Робин Ишидо. Робин Ишидо. Робин Ишидо частый гость формулы дрифт. Он всегда на оригинальных проектах ездит. И сейчас на G37 он раздает нормально. А вот вторую клиппинг-зону он пропускает. Третья клиппинг-зона далековато. Сейчас нужно собрать последний клип мордой. Он это делает без проблем. Завершает свой заезд. Но мог бы и лучше. Мы имеем 72 очка. И он пока что выходит на третью позицию. Следующий. Кэмерон Мур. В прошлом году ездил на Тойоте Сорере. А сейчас на вот этой вот красавчике. Постановка. Неплохая постановка, но с корректировками. Корректировки далеко от первой зоны. Не сильно хорошо во второй зоне. Третья зона получше, но все же. Можно ближе. Остановка. Проходит. Проходит он. Финальный клип. Средненький заезд и средненький балл. 68. Недостаточно хорошо. Нужно постараться еще. Патрик Гуден. Тринашка. Тринашка на старте. Мы сейчас увидим, как он будет раздавать по этому очень сложному треку Лонг Бич. Разгон. Постановка. Стабильная. Неплохой угол. Увеличивает на постановке угол. Первую зону он немножко так пропускает. Вторую зону лучше проходит. Третья зона. Хорошо. Третья клиппинг зона у него в пределах нормы. И завершает свой заезд. Балл в 80 он за это может получить. 78. Мда. Пока что второе место, но мы не видели все еще ветеранов дрифтинга на треке. Джонатан Кастро. Человек, проехавший сезон по программе Крис Фордер Крейсен на 370Z. И второй год сейчас мучает платформу GT86. Хорошая постановка. Далеко от первой клиппинг зоны. На второй клиппинг зоне получше, но можно и ближе. И третья клиппинг зона. Все проблемы, созданные на постановке, очень сложно решить в процессе заезда. Последний клиппер пройден. Хорошо пройден. 77 очков. Не самый лучший результат в его исполнении, но он ездит всего 3 года в этой серии. Страшненькая Мазда MX-5 Кайла Моуэна. Такое ощущение, как будто бы она пострадала в каком-то крэше. Она вся какая-то несуразная, но при этом он ее ставит в угол. Хорошо заходит на первую клиппинг зона, а вот вторую он тупо хилит. Третья клиппинг зона и выравнивание. Что, какие-то технические проблемы? Это ноль. Это ноль. К сожалению, он не смог завершить свой заезд. Следующим у нас на старте Алекс Хейлбрун. Представитель немецкого автопрома. Бэхар его разгоняется, ставится. Хороший угол, хорошая скорость. Выходит на первую клиппинг зону стабильно. И вторая клиппинг зона без фанатизма, без прямо вау. Третья получше. Выход на финальный клиппинг зону. Третья клиппинг облизывает его, оставляя за собой огромное количество дыма. 91 балл. 91 балл. И он выходит на тот же результат, что и Джеймс Дин. И занимает первую позицию. А почему не вторую? Ну, во всяком случае, они делят одинаковое количество очков с Дином. И сейчас занимают первое и второе место. Юха Риндонин на старте. Это еще один европейский пилот, закрепившийся в формуле дрифт. Он круто ставится, подползает хорошо на первую клиппинг зону. Вторая клиппинг зона чуть попроще в его исполнении. И третья классически хорошо проходится. Сейчас ему нужно просто завершить заезд. И он это делает. Как видно, не у всех получается завершить свой неплохой проезд. Юха получает 83 очка. И пока что на третьем месте. Дальше Мэтт Коффман. В прошлом году он ездил на страшненьком 240-ом СХ. В этом году он его причухал. И сейчас разгоняется, ставится. Хорошо, долго, ручником он тянет. Но выходит на нужную скорость в трех метрах от первой клиппинг зоны. Вторая клиппинг зона тоже не слишком хорошо. И, соответственно, не хватает ему скорости дотянуть до третьей клиппинг зоны. Финишируя, он облизывает финальный конус. Очень средний заезд 74 и уже седьмое место. При том, что, опять же, мы не видели ветеранов на треке пока что. Так, следующий. Один и единственный Dodge Viper с огромным V10 7 плюс литров и турбиновым за рулем Дин Керни, ирландский пилот. Кстати, этот Viper уже держится далеко не первый год. Он один... Это автомобиль, по-моему, еще с 2006 года участвует с разными галотами за рулем. И вернемся к Дину Керни, который выставляет свой V1 на первую клиппинг зону. Вторую клиппинг зону. А вот корректировка неприятная. И судьи за это накажут. Вот здесь он выходит на финальный клип и проходит его без всяких проблем в финиширу. Хороший заезд. Не знаю, в эту платформу настолько сложно контролировать. 71 балл получает Дин Керни. Ему нужно больше подружиться с его Viper, чтобы выползти повыше в следующем квалификационном заезде. На старте Майк Эсса. Чемпион формулы дрифт 2013 года. И он разгоняет свою BMW. Выставляет ее в угол. И летит на первую клиппинг зону, которую собрать не в состоянии. Хорошая дерзкая перекладка. Вторая и третья клиппинг зоны в порядке. Выход на финальный клип. И он финиширует. Но не езда. Не чемпионская эта езда. Майкл Эсса. 81 балл. Четвертое место. В пределах нормы. Средничок. Джастин Поллок. Джастин Поллок резкий. Сумасшедший пилот. Очень давно катающийся на платформе Мустанга. И его заезды всегда очень интересные. Поэтому мы ждем старт. Есть старт. Разгоняется он. Объезжая конусы шиканной стартовой. Где? А где разгон? Разгон! Поллок, дай разгон! Выставляется с нуля. Но неплохо он проходит первой клипинг зоны. Вторая клипинг зона хорошая. Третья клипинг зона неплохо. Но все-таки этот разгон. Ух! Он проходит финальный клип. Не считая разгонной прямой, весь остальной заезд идеальный. Ну, не идеальный, а в рамках нормы. Но ему, к сожалению, судьи за это дают ноль. Разгон такой не разрешен. Следующий на старте. Алик Хонаделл. Алик Хонаделл на разгонной прямой на 14-й сливе. И выставляется в угол, постепенно увеличивая его. Подходит хорошо и близко к первой клипинг зоне. Вторую клипинг зону он более поверхностно пропускает. И третья клипинг зона с кучей дыма в пределах нормы. Финиширует неплохой заезд, не считая вторую клипинг зоны. 67. Всего 67 баллов. Мало, очень мало. Ну вот пошли уже серьезные ребята. И их открывает Райан Терк на своей GT86 или Sion FRS. Так я не понял, как теперь ее обзывать. Райан Терк выставляется в свой угол на этой маленькой машинке. И аккуратненько подползает к первой зоне. Оооо, а вторая зона понамного лучше. Это вот именно тот самый тач-н-го, что хотят судьи. Третья зона. Замечательно. Выход на финальный клип. Можно было бы его облизать и поточнее. 90 баллов. 90 баллов. Это хороший результат. И он уже вплотную подбирается к лидерам. Так, Кен Гуши. Кен Гуши ветеран формулы дрифт самого первого сезона. Он участвует и сейчас разгоняясь, выставляется в хороший угол на Вайсфаб-подвесочке. Первая клипинг зона, вторая клипинг зона. Прекрасно пройдены. Третья клипинг зона. Ничего сложного для него не происходит. И он финиширует. 86 баллов. И... Четвертое место. Четвертое место сейчас. Если остальные пилоты не подтянутся, это будет приятный бонус Кен Гуши. Но у него еще один есть заезд. Дайширо и Шихара. Что-то прям одна за одной. Платформы за Н6 пошли. Дайширо и Шихара выставляется в хороший угол. Дымит. По фалкиновскими покрышками. Переходит с одной клипинг зоны в другой агрессивной перекладкой. Выходит на третью клипинг зону. Все пока что у него. Нормально он. Выходит на финальный клип. И там ошибается. Ошибается с дикой корректировкой. И почти остановкой. Это ноль. Ноль для Дайширо и Шихара чемпиона в форму Удрифт 2011 года. Итак, у нас пятерка. Пятерка лидеров 2016 года. Сейчас Мэтт Филд. Пятое место. Фалкиновская. Полупятнашка. Получернадцатая. Хороший угол. Можно было бы лучше первую клипинг зону пройти. Вторую клипинг зону. Как будто бы он осторожничает. Да и третий, если нам отсюда кажется, что не слишком близко, значит это далеко. Последний клип пройден хорошо. Не самый лучший результат. 85. По стилю. По стилю его там я смотрю. Хорошо. По очкам врубили. Так, следующий на старте Оди Бакчис. Сокомандинг Мэтта Филда. Тоже фалкиновские цвета. Тоже четырнадцатая, но выглядит она все же немножко по-другому. Оди Бакчис. Четвертое место 2016 года. И значит он едет, грубо говоря, четвертым с конца квалификации. Постановка. Хороший угол, чуть-чуть ручником себя подкорректировал. Далековато от первой клипинг зоны. Вторая клипинг зона в пределах нормы. Третью проходит хорошо. И выходит на финальный клип, который сегодня почему-то нескольких, ну просто топ-пилотов уволил. Нет, здесь никаких проблем. Оди Бакчис 89 баллов и закрепляется на своей же четвертой позиции. Однако у нас впереди тройка лидеров 2016 года. Гиттен Асба и Форсберг. Сейчас Гиттен на старте. Такой дикий мустанг с немножко задранной излишней мордой. Но он мягенький и при этом очень хорошо контролируемый. Хороший угол. Хорошая первая клипинг зона. Уууу! Крутая вторая! Хорошо он выходит на третью клипинг зону. Вообще никаких проблем с траекторией и углом у него в этом заезде. красивый заезд в исполнении гитина 91 балл и он разделяет все ту же 1 2 3 позицию вместе с дином так азбу 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 почему на такой страшной машине в этом году toyota corolla этот автомобиль был создан для максимум ралли-кросса какого-нибудь ну какой дрифт ну 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 это же семейный хэтчбэк ладно он выставляет свой семейный хэтчбэк в хороший угол первую клиппин зону он вообще забывает о них крутой перекладкой он решает старую клиппин зону в хороший угол и у него похоже какие-то траекторные проблемы с третьей клиппин зоны финиширует контролируемо 82 балла это всего 82 балла чемпион 2015 года мог бы проехать и получше сделаем скидку на то что он на семейном хэтчбэк так крис форсберг действующий чемпион который должен защитить свои позиции в этом году один из моих любимчиков так как нечастая платформа z разгон постановка тоже клюет у него можно мягкая машинка далеко от первой клиппин зоны вторая зона в пределах нормы но не вау третья клиппин зона хорошо и выходит на финальный клип облизывают его финиширует я ожидал чего-то покруче в исполнении форсберга я думаю не я один такой что нам скажут судьи 89 89 5 позиции но я всегда считал что форсберг может круче и мы начинаем 2 квалификационный заезд то есть все пилоты едут практически то же самое с пас начиная с самой последней позиции по результатам прошлого года либо те кто не участвовал до самой первой пётр витцик выставляется можно ближе к первой клипин зоне 2 клипин зона хорошо и перекладка агрессивная и близко 3 клипин зона хорошо 3 финальный клип он возит с собой 87 баллов это все что смог сегодня нам показать польский пилот так сразу за ним едет его сокоманник джеймс дин и сейчас дин должен показать что-то выдающиеся с хорошим углом хороший угол хорошо выходит на первую клипин зону 2 клипин зона тоже вот такая как просят судьи но без какого-либо уау эффекта хорошие углы хорошие перекладки агрессивный заезд в исполнении джеймса дина 96 96 очков это первая позиция пока что больше 91 никто не показывал и дин превзошел самого себя я знаю на второй позиции на 2 попытки всегда пилоты получше показывают гоча первый заезд 0 нам нужен крутой заезд гоча давай 15 слива лс-3 под капотом закись азота и феноменальный пилот пилот гоча чевчан разгон постановка да долгий ручник и гочи нужно выйти поближе к первой клипин зоне хорошая перекладка вторая клипин зона угол мог бы быть побольше 3 клипин зона проходит гоча давай давай гоча последний клипин поинт аккуратненько далеко аккуратно но пройден это пройденный квалификационный заезд гоча квалифицировался 73 очка 16 позиция я боюсь что его потихоньку пилоты задвинут еще чуть чуть дальше но 16 позиция первый выезд гочи на формулу дрифт хорошо очень хорошо дэн баркет супра 2gz 900 лошадиных сил должен выстрелить хорошо разгон постановка ой корректировка противная корректировка на и опять он боится эту стену что то вот он сэйвится нет это противный заезд некрасиво и потом траекторные проблемы еще и на прощание увозит этот бедный клип я даже не знаю что скажут судьи 60 60 а 60 остается с первого заезда за второй заезд ноль просто ноль 22 позиция дэна баркета я не знаю увидим ли мы его завтра если сейчас пилоты поднапрягутся и может кто-то выйдет например челси денофа который не смог проехать первый заезд да и кристопс буш в первой попытке его не было видно у него проблемы с масло насосом сейчас джев джонс на старте джев джонс он разгоняется ставит автомобиль в хороший угол ручником себя дотягивает на нужную скорость выходит на первый киппин поинт неплохо второй киппин поинт с агрессивной постановкой но корректировочка третий клиппинг зона проходит он ее без всяких проблем последний клипер не увозит слава богу оставляет на своем месте финиширует 77 баллов 15 позиция и уже уже гочу сдвинули еще одну позицию гоча может гоча завтра нам покажет следующим на старте появляется нейт хэмилтон нейт хэмилтон первый его заезд был не особо запоминающимся но сейчас он может улучшить свои позиции постановка классическая постановка выход на первую киппин зону можно было бы поближе 2 клиппинг зона тоже пройдена вот в каком-то непонятном стиле да и от 3 клиппинг зон он проезжает неприлично далеко выходя на финальный клип и финишируя очень средненький заезд ничего выдающегося я в нём не увидел 75 16 позиции для нейта хэмилтона среднячок следующем на старте робби нишида робби нишида на правый руль значит скайлайн так и вот этот скайлайн на покрышках хэмилт смог бы проехать и поближе 1 клиппинг зоне да и вторую клиппинг зону ну что это такое третья клиппинг зона если отсюда кажется что она далеко пройдена очень далеко пройдена финальный клип много дыма вот все что я могу сказать об этом здесь 77 очков 15 место реально получено за дым и просто за то что пройдена трасса без всяких там камера мур камера мур пересевшись с огромного лексуса или тойота короче ссорера на маленькую бельку gt86 разгоняется выставляет ее корректируется выравнивается далеко от 1 клиппинг зона опять корректировки 2 клиппинг зона получше корректировка 3 клиппинг зона нормально торможение выход на финальный клип далеко он его проходит финишируя оставляя за собой клубы дыма очень рваный некрасивый заезд 68 68 21 место мазда кайла моана первый заезд был слит что же он нам покажет во втором заезде разгон постановка точно это мазда не со свалки первая клиппинг зона чуть не встретилась с маздой вот и весь уикенд хайла моана первый заезд ноль второй заезд тоже ноль как они с мэд майком катаются на этой платформе я себе не представляю кратыш кратыш который еще и жутковато выглядит в этом исполнении патрик гуден на старте разгон постановка выход в хороший угол 1 клипинг зона красиво хорошо он теряет машину и останавливается в покрышках это ноль красивый заезд ноль Мы ждем следующего И следующим на старте у нас Джонатан Кастро Джонатан Кастро разгоняется Выставляет тачку в угол Без корректировок Увеличивая угол Хорошо увеличивая угол Но мог бы быть и поближе к первой клиппинг-зоне Как и ко второй Хороший заезд, плавный Но все три клиппинг-зоны Пройдены далеко Последний клиппинг-поинт А блин, все, к нему претензий нет А вот три клиппинг-зоны Которые находятся под стенкой Так называемые зоны тач-н-го Были пройдены недостаточно хорошо И это 78 баллов И всего лишь 13 место Следующий у нас Алекс Хейлбрун 46-й кузов Постановка Постепенно увеличивая угол Без всяких корректировок Он заходит на первую клиппинг-зону Ух, дотрагивается прямо до стены А вот вторую клиппинг-зону Испугался И производит дикую корректировку И, соответственно, дальше имеет кучу проблем по траектории Он чудом выходит на последний клип А вот вторая и третья Но получает 91 балл 91 балл Неплохо, очень неплохо Юха Ринтонин Финский пилот на японской машине С 2JZ под капотом Хороший угол Увеличивает этот угол Он заносится в первую клиппинг-зону Вторая клиппинг-зона Хорошо Третья клиппинг-зона Он чуть-чуть корректируясь Выходит на зону торможения Где заходит на финальный клип Который увозит с собой Что с этим клипом не так? Ну, там, я представляю Какое психологическое давление на пилотов 83 балла 10 место Юха Неплохо Очень неплохо А вот и Челси Денофа Похоже, что это Мустанг Из конюшни Вангитина И в этом году Челси Денофа Выступает вместо 46-го кузова На Мустанге Первая клиппинг-зона Пропущена Вторая клиппинг-зона Получше Вот что такое длинный свес У машины сзади Третья клиппинг-зона Нормально А вот здесь какое-то подравнивание Противное произошло Но все же он заходил на Последний клип Так, и как же судьи это расценят? 72 72 72 балла получает Челси Денофа За свой единственный заезд Из этих двух Так, и у нас на старте Следующий претендент Хороший разгон Постановка Выход на первую клиппинг-зону Крутая первая клиппинг-зона Пройдена второй А второй клип Можно было бы получше Но угол и количество дыма Он просто затмевает все Финальный клип проходится Хорошо И финальная Финальная финишная прямая 90 90 Очень хороший результат Дин Карнич-Керни Вайпер Всего 80 баллов, и он получает за такой рваный заезд. Джастин Поллок. Он в первом заезде был наказан за такой неудачный разгон. И сейчас он не должен допустить подобной ошибки, и он не допускает вставиться в хороший угол. Но корректировка на первой клиппинг-зоне, а вот вторую клиппинг-зону проходит просто в диком угле. И этот угол его заводит подальше от третьей клиппинг-зоны. Финальный клип проходит, да, это проходной квалификационный заезд, и судьи должны наградить его хорошим баллом. 81. Ну, 81 это однозначно лучше, чем 0. Кристопс Блушс решил свои технические проблемы, выезжает на трек и сейчас покажет нам латвийскую силу. У нас постановка. Много дыма. Далековато от первой клиппинг-зоны. Вторая клиппинг-зона хорошо, но корректировка после нее. Третий клиппинг-зона проходится нормально, и выход на финальный клип. Оставь его, пожалуйста. Да, он проходит его и финиширует. 81 балл. Он, в общем-то, повторяет результат Джастина Коллока. Следующим на старте Райан Терк. Его автомобиль на каждый этап оформляется в другую цветовую гамму, но ливрей остается одинаковая. Постановка. Хороший угол с небольшой корректировкой. Задний бампер уже болтается. Можно было бы поближе к первой клиппинг-зоне. Вторая клиппинг-зона в хорошем угле и близко пройдена. Третья клиппинг-зона. Хорошо. Выход на финальный клип. И он его облизывает, финишируя уверенно на этом маленьком автомобильчике. 96. 96. Райан Терк. Очень, очень круто. И он разделяет теперь первую-вторую позицию с Джеймсом Дином. Кен Гуши. Кен Гуши должен показать, улучшить свой результат. Показатель. Это не улучшение. Это какая-то техническая поломка. Но первый заезд был пройден в зачетной зоне. И в парных мы Кен Гуши все же увидим. Дальше Решихара. Вот кому сейчас нужно постараться. Первый заезд был слит полностью. Постановка. Хороший угол. Увеличивая угол, он разгоняется к первой клиппинг-зоне. Проходя достаточно далеко, как, собственно говоря, и вторую клиппинг-зону. Видно, что он начинает осторожничать. Третий клиппинг-зона пройдено. Тоже не слишком близко. Финальный клип он проходит, облизывает и финиширует. Это проходной заезд, но это не заезд чемпиона 2011 года. 78 баллов всего получает в Дальше Решихара. И мы завтра увидим его в парных заездах. Так, фалкиновская 14 с половиной на треке. Хороший разгон и постановка. Хороший угол при перекладке, но клиппинг-зоне он проходит не слишком хорошо. Разве что третью. Ооо, спойлер улетел в сторону. Ну, финиширует Мэтт Филд таким образом. 78 очков. 78 баллов. И следующий у нас на старте. Оди Бакчис. 14 слива. Фалкиновской раскраски. Хороший разгон. Постановка. Угол. Крутой угол у него. У-у-у. Первая клиппинг-зона. Нормально. Вторая клиппинг-зона. Ну, можно было бы чуть ближе быть. Но посмотрите на угол, который Оди поддерживает практически весь заезд и перекладки из одной позиции в другую. Я думал, увезет последний клип. Круто. Очень круто. Что нам судьи скажут? 86. 86. 86. Это хороший результат. Ну что, возвращаемся опять к тройке лидеров. Ван Гиттинг Джуниор. Его задранный мордой вверх. Мустанг мягенький. Клюет на каждом переключении. Разгон. Постановка. Выход на первый клипинг. О-о-о-о. Клипинг-зона. Один пройдет. Вторая клипинг-зона. Феноменально. Третья клипинг-зона. Все три зоны собраны. Это просто фулл хаос. И финальный клип облизом. У-у-у. Заезд-то очень-очень неплохой. 97. И он выходит на первое место по квалификации. Теперь только Азба. Азба и Форсберг. Только эти двое могут его остановить. Ну посмотрим, что нам семейный хенджбэк покажет. Тойота Королла. Постановка. Ну как же он странно смотрится в состоянии заноса. А был бы длиннее. Сейчас бы достал первую клипинг-зонную. Да и вторую бы достал. Но все равно. Хорошо. Согласитесь. Заезд крутой. Много дыма. Хорошие углы. Торможение. Выход на финальный клип. Уверенно. Уверенно и четко. Но вот будь у тебя в багажник, ты бы прошел лучше. 91. 91. Хорошая позиция. Хорошая позиция. Но это не превысит результат Ван Гиттена. Крис Форсберг. Наш на сегодня крайний пилот. Это чемпион 2016 года. Выходящий на первую клипинг-зону. Хорошо. И вторая клипинг-зона. Да. Он дотрагивается до стенки. Третья клипинг-зона. Фройдена нормально. Где дым? Форсберг. Где дым? Тысячу сил. Дым. Ооо. А вот последний клипер. Он увозит с собой. Он увозит это все с собой. И это всего лишь 87 баллов. На этом квалификация подошла к концу.